Всем приветики, с вами Сони Будем гонять сегодня Gran Turismo 6 И рассмотрим очередной автомобиль Победитель из голосования В нашей группе ВКонтакте И победил у нас с большим, таким Довольно таки смачным разрывом Shelby Cobra автомобиль Вроде бы как обычная версия, давайте его купим У меня есть там уже Shelby Cobra Но это версия Хромлайн А у нас участвовал совсем не Хромлайн Вот он у меня уже есть Участвовал в голосовании, обычно Кобра Поэтому мы именно ее сейчас прикупим Выбор цвета У нас конечно синенькая была полосатенькая Я в принципе предлагаю именно вот в таком цвете Ее и прикупить, довольно таки неплохо она смотрится Может быть я конечно ошибаюсь Но черт его знает, так кстати надо закрыть ВК вот так вот Короче, вот такого вот цвета Давайте сейчас прикупим его Телегу эту И поедем сейчас где-нибудь покатаемся Надо посмотреть, по-моему там есть какие-то классические заезды Ну, в смысле заезды на классических тачках Сейчас найдем, не знаю на какой лицензии Вот, но что-нибудь должно быть прикольненько Так, ребят, смотрим сейчас информацию об этом автомобиле И в путь, как говорится Авторалли FIA Speed World Challenge В которых участвовал Shelby Cobra Отличалась от гонок GT-класса тем, что в них не было ограничений по объему двигателя Чтобы победить своего извечного соперника в Феррари Shelby American решила выпустить автомобиль с большим объемом двигателя В то время Ford уже делал 7-литровый двигатель 427 Side Euler Использовавшийся в гонках На Cobra было решено поставить этот двигатель И разработка Shelby Cobra 427 началась в конце 1964 года Прототип этого автомобиля был создан весной 1965 года Главной проблемой стало то, что в отличие от 289 модели двигателя Выдающего 350 лошадиных сил 427 Side Euler обладал мощностью почти в 500 лошадиных сил Фил Ремингтон, разработчик из Shelby America Выяснил, что прежняя подвеска не может справиться с такой мощностью Таким образом, разработчики отказались от рессорной подвески бокового навеса И заменили ее на независимую подвеску на сдвоенных параллельных А-образных рычагах С пружинными амортизаторами Вскоре было выпущено 100 автомобилей Shelby Cobra 427 Минимальное количество для пропусков Fiat И в начале сезона 1966 года модель приняла участие во второлек класса SCCA A Production Всего было выпущено 348 Shelby Cobra 427 Из которых 88 машин были гоночными или являлись образцами модели 427SC это дорожный автомобиль, оборудованный специально для соревнований И их выпустили в количестве всего 31 штуки В общем-то, вот такой вот серьезный весьма автомобиль С 7-литровым двиглом Такая себе дура, норм, 500 кобыл На свое время это, конечно, было солидно Довольно-таки Так, ну что ж, ребятушки, смотрим Суперлицензию можно даже не смотреть Интернациональная А, что здесь у нас? Велители дождя Должно быть что-то с классикой связано Должно быть Нифига тут нет классического Хорошо Лезем на B Может быть здесь что-то есть такое у нас? Американское турне Чемпионат, что там? Грунтовый, британские легковесы Полуголночные Вот, возрождение Легенд, нет, это не то Фестиваль классических суперкаров Кажись, это оно Я тут даже ездил, я смотрю Рим, Нюрбург, Ринг у нас Это GP, который короткий И Грэн Вэлли Окей Чего дают 560 или меньше Ребят, отлично Мы нашли, где можем покататься Спортивные, жесткие или меньше Явно у нас должны быть спортивные, жесткие Сейчас на этой тачке Да, 536 технического рейтинга 491 лошадиная сила у нас Ну почти 500 получается Неплохо Вполне себе Тут у нас Феррари 365 Миура будет И BMW 507 В виде соперников Поехали Я думаю, что будет довольно-таки заманчиво Прикольно то, что у нас кабриолет Я люблю кабриолет А тут еще и классический Он вообще суперприятный должен быть Ну, посмотрим, как сейчас покажет эта Кобра Вообще, американцы, они такие автомобильчики Характерные Не то, чтобы хорошо рулятся Но, может быть, здесь подвеска Которая говорилась ранее Затащит неплохо Так, параметры вождения, как всегда Выключаем Контрол тяги До свидос Никаких помощников Еще раз проверю Все выключено Да, все выключено Замечательно А параметры машины Ну, ничего-то не надо менять особо Я думаю, что в стоке Вот так вот и поеду на ней Погнали Ну, Кабрицова Давай надерем задницу Покажем, на что ты способна Ох Вид просто Просто замечательный Сказочный, я бы сказал Отлично Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо На этих тачках даже сталкиваться ни с кем не хочется Ай-яй-яй Мерседес Ты что? Такая машинка Характерная Слушайте Ну, резвая Конечно Чувствуется то, что двигло Здесь, конечно, зверское А какая у нее масса Я не обратил внимания Мне даже интересно И как с тормозами у нее Тормоза ничего такие Слушайте, как для своих лет Весьма заманчивый автомобиль Мне даже нравится, честно говоря Очень быстрый автомобиль Так, три круга у нас всего Не успел тормозиться Хотя тормоз в пол давил Да, тяжело Тем не менее, на поворотах, вы знаете Не то, что вы и медленная Сейчас я неправильно в него прошел Интересная машина Ух, 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 тихо, тихо, тихо Очень характерный автомобиль Но он какой-то интересный Прям дерьмом я его назвать не могу Эту Кобру Мне нравится на ней даже гонять Так, что, четвертая позиция с первого круга Четыре передачи всего у нас Вот передачку бы ей Передачку пятую бы ей Было бы вообще сказочно Можно даже не скидываться на нижний Семь литров Она на любых оборотах должна О, атмосферный семилитровый мотор Это, конечно, сила На любых оборотах Эта машина Срываться должна иметь момент просто адовый Сейчас посмотрим, когда проедем На график ее Момента И на массу Классный автомобиль Я такое не часто говорю О таких вот капризных автомобилях Но этот какой-то такой По-своему интересный Ооо, тяжело как останавливается Шандарах Пихайся, задняя Ооо Потеряла много времени Блин, ну я думаю, что за круг я успею их нагнать Мне кажется, что у него масса должна быть очень большая В принципе, в 60-е годы оно и понятно И это мы едем же на дорожной версии автомобиля Но валит, конечно, он прям чувствуется Тяга, пипец Тюнингануть коробку Это единственное, что и надо Она, блин, все 300 полетит Ай Пардон Вот, да, оттормозиться таки проблема Хотя тормоза прям плохими не назовешь Но вот как-то вот Не всегда удается у меня оттормозиться Так, у нас каунтач идет В лидера На котором, кстати, меня сильно просили покататься Надо будет заняться этим делом Тихо, прости меня, каунтач Вваливаем Крутая тачка Так, хоть раз у меня получится интересно здесь оттормозиться На свои года, конечно, мощности у нее сильно больше, чем тормозок получается У этой тачилы У этой тачилы Боковой сносик, быстренько мы идем Да, я себе представляю, что было бы Если бы там обычная пружинная подвеска была бы Вообще оттаз был бы Тихо, тихо, давай нам сейчас никаких закидонов не надо Прям перед финишем Поехали Мне прям тяжело с ней справиться С этой машиной Реально тяжело Финиш Такой забористый автомобильчик С перчинкой С огоньком Мне понравился Реально понравился На нем, если вкатиться Вот, хорошенько привыкнуть Можно очень быстро ехать Реально На свой технический рейтинг 536 Ну, ничего так Реально ничего так Эта телега Мне кажется, покруче, чем Феррари Господи, как она там Классическая тоже Забыл Реально вылетела с головы Короче, не важно Короче, тачка реально хорошая Так, а ну Фараметры машины Я хочу посмотреть на ее Крутящий момент Да, в принципе, и нет Крутящий момент у нее Как раз на середине Максимально Но, тем не менее Она валит очень так комфортно А весит она Тонну всего лишь Не знаю, ребят Ну, я бы сказал бы так С виду, что она потяжелее будет Чем тонна По крайней мере Такое она Впечатление о себе оставляет Хорошая машина Так, ладно Едем на следующий заезд Нюрбург Ринг Джипи Участвовать Мало денег, блин, тут завозят Капец, очень мало Ну, в принципе Не в деньгах сейчас Те, как говорится У меня и так там бабосов Я попроходил сезонки Завезли просто вагоны Маленькую тележку денег Бери только и трать Называется Можно будет поприкупать Потом всякие тачки Кстати, каунтач я уже купил Можно будет Может быть разочек прокатиться Так Поехали Аспект Тут Феррари это есть О которой я думаю Не могу Дина, япона, мать Вот она же Вылетела реально из башки Дина 246 Вот эта вот Кобра Она реально быстрее Чем эта Феррари Феррари, конечно, на поворотах Более такая спокойная Но В плане разгона Конечно, да Америкосы отожгли В свое время В принципе, на то она и Шелби Шелби довольно-таки Классный производитель Мне даже новая Форд Шелби GT500 GT300 500, да GT500 Мне очень нравится Классная машина Да ладно Давай тебе Третью ИП Извините, как она всех вздергивает Ух, там нахер Мерседес Который тоже был в голосовании До свидос Корвет До свидос Вот только тормоза Пролез Давайте, чтобы мы не столкнулись Там Можно вваливать, да? Блин, всего лишь тонну весит А Кажется, что больше Ну, реально кажется, что больше Вау Тут я вообще Не оттормозился Нифига Нет, тормозов ей мало Все-таки Реально мало тормозов Тюнинг тормоза И поставить коробку И эта тачка, конечно Вы только посмотрите Как она усвояется И подвеска чувствуется Как она клюет именно так Мягкая-мягкая Я думаю, что на такой тачке В реале одно удовольствие ездить Так, просто по городу Надо ввалить Она валит И она явно должна быть комфортная В плане езды Еще и кабриолет А выглядит так Мечта Тихо по ребрик Вваливаем Как бы этого товарища Впойти так Кстати Где там у нас рекомендуемые имена Нет, давайте мы будем смотреть На машины гонщиков Это Мазда у нас Мазда РХ-500 Прикольная Точно Мазда К сожалению, меня эта Мазда заинтересовала Прям хочется пойти посмотреть На нее Два круга у нас здесь будет Кстати, у нее бург ринга Вваливаем А вот теперь будет тормозиться До предела почти что 220 Довольно-таки спокойно На нее можно ехать Здесь Не очень сложные боты У меня уже что Четвертая позиция О, вау, вау Тихо, тихо, тихо А мы вот так вот выйдем Немножко с заносом 6 секунд Сколько пойдет? 240 Пора тормозить Привет, каунтач Бык-мобиль Адский А первый, кстати, у нас GT40 Ох, ты ж, блин Реально не видел его Твою мать Не успел оттормозиться Улетаю Хотя при первом впечатлении Мне казалось, что тормоза норм Но нет Тормоза американские Со всеми вытекающими Последствиями Прости, Форд Но тут без вариантов было Короче, эта машина Тяжелая на торможении Но самая адская на разгоне Двинь булки Я постоянно догоняю кого-то Потому что я не успеваю оттормозиться Надеюсь Банц Пипец При том, что я торможу раньше этого товарища Так, ну самое время его обходить Самое время его обходить Тяжелый довольно-таки автомобильчик Не успеешь ты Проехать здесь Тем не менее Я не знаю Мне эта кобра офигеть как нравится При том, что на ней сложно ездить довольно-таки Я даже где-то кайфую Хотя местами, конечно, я что-то медленнее Ну такое А что у нас? Последний заезд впереди будет Офигенная тачка Реально, реально Так, сейчас нам запашляют немножко денег 30 тысяч Как-то ни холода, ни жарка от них Лишних звезд нам завезут Вовтор сохраним на память себе Об этом замечательном автомобиле О том, как я всех догонял Всех и вся Надо иметь в виду, что когда оттормаживаешься Нужно сзади кого-то на этой тачке Нельзя держаться Надо куда-то уходить Особенно, если на стримах на нем ездить Где-то надо быть в другой полосе, так сказать Так Грэнд Вэйли у нас довольно-таки быстрый трек Поехали Прокатимся на Грэнд Вэйли Люблю этот трек Довольно-таки даже интересно Как сейчас получится на нем прокатиться здесь А на Кобре это именно Такая машина Ну погнали Так, а тут у нас Миура, Каунтач Сплошные ламбы, я смотрю, на первых местах И вот это вот RX500 Внешне она как-то меня заинтересовала Такая как катафалка, конечно Но какая-то прикольная на свои года 71-й год Как машина времени чем-то вот похожа У меня, по-моему, нет такой маски Надо будет заценить Че там за телега такая Погнали Интересно, он так трогается До свидос, пацанчики Что ж вы такие медленные О, привет, Стратос Страус До свидания, Стратос А это че у нас тут Астон Мартин Кажись какой-то классический Блин, да тут тачки Гран-Туризма Классические Можно еще не одно голосование делать По классике Я так посмотрю Я уже пятый Четвертый До свидос А, машина времени Сколько тут два круга всего будет А это короткая версия или полная? Кажись, полная Полная Грэндвейли Да ладно тебе Ну вот, первая передача И прохождение поворотов Очень надо играться газом Так, газком Совсем не навязчиво Давить С тормозами Тяжеловато, конечно Кстати, с подвеской Тоже, в принципе Учитывая, что Одна тонна веса А я думал, что больше Говорит о том, что гуляет Она, конечно, по дороге Маленько Прям дрифт-кар какой-то Привет Привет Каунтач Ненадолго, причем Привет Так, и у нас там Миура идет Лидер За 16 лямов Точила А мы ее догоним сейчас Интересно Хоть 248 Первый в мире Суперкар Миура Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-ва Реально надо сильно до вхождения поворот на нее тормаживаться. Прям в процессе совсем плохо все получается. Но за счет своей мощности, конечно, этот автомобиль тут вне конкуренции получается. Не знаю, может быть, конечно, может тут и боты не на максимальной сложности. Это все-таки международная лицензия B. Мне кажется, что на этой тачке, если обдорожены жесткие тапки, можно даже и подрифтить неплохо. Что-то у меня такое странное ощущение. По крайней мере, она постоянно так и хочет. Чтобы на разворот пойти, занести заднюю ось. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай к поребрику. Не получаю. Капиксу в смысле. Очень характерная тачка. Но крутая. Вообще в легкую тут затащили. Более-не-менее я так пободался только... Ой. На Нюрнбург-ринге, да, там чуть было посложнее, конечно. Не без этого. Забашляйте нам денег. А если вы еще какую-то тачку классическую, классную подогнали, было бы вообще классно. Блин, ну роскошная машина. Ну реально роскошная. Как красота вообще. Тридцать один касатель. Сохраню повтор себя тоже. На память. А ну, тачку дадут, не дадут. Так, ну что, ребят, я не знаю. Коль такое дело, давайте я еще прокачусь разочек на каунтач. На Женевском автосалоне 1971 года компания Lamborghini представила публике свой первый суперкар каунтач. Однако модель LP500, показанная на выставке, так и не пошла в серию. А первой серийной моделью стала LP400, представленная тремя годами позже. Эта модель практически не отличалась от прототипа и была выпущена в 150 экземплярах. Затем в производство поступили модели LP400S и LP500S, а затем в 1985 году увидела в свет 5000 квадровол волос, созданная для конкуренции с Феррари Тестероса. Эта модель каунтач отличалась увеличенным 5,2 литровым V12 двигателем, получившим по 4 клапана на цилиндр. Мощность этого мотора достигла 455 лошадиных сил. Команда Гран Туризма решила включить в игру самую последнюю модель серии 25 Anniversary Lamborghini Countach, выпущенную в 1988 году, к 25-летию юбилея компании. По техническим характеристикам она не слишком отличается от 5000 квадровол волос, однако ее кузов обзавелся новыми стильными деталями, а задний бампер был заменен по соображениям безопасности. Эта модель стала самой массовой в линейке каунтач. К 1990 году, когда ее производство завершилось, а она выпущена в 657 экземплярах. Подарков нам тут никаких не дают, не хотят, жлобятся. Поехали. Давай, грузись в автосалоны. Нам надо Lamborghini, где она там? Мадерати, McLaren, Light Company, вот. Lamborghini, а она у меня даже купленная, каунтач. Сказочно. Подожди, у меня их даже обе купленные версии, я даже не знаю, на чем лучше. Это вообще первого выпуска, а сколько у нее TR510 и 511 последнего выпуска? Ну, мы сейчас посмотрим. А лезем, выберем какую-то тачку, что я там парюсь, выбор машины. Производитель. Даешь Европу. Итальянам она нужна. Где там это Италия? Вот Италия, Lamborghini Давайте, наверное, какое-то такое дело прокатимся до 1974 года Прям классика, так классика 1988 года мы потом как-нибудь другой раз оставим Ох, как тяжело она заводится, 510 ТР у нее А я даже не знаю, куда бы на ней так макнуться А ну-ка, Б, что я тут не проехал? Она среднемоторная, стопудово знаю Американская турне, суперкары Ой, я что-то... Не, тут мы не потянем Картинг, грунтовый триал Что там, британские легковесы Давайте что-нибудь, возрождение легенд Вот что тут под техническим рейтингом Мы вообще канаем сюда, не канаем сюда Хорошо Кубок исторических гоночных машин Мы сюда тоже не канаем, да? Не, канаем Вообще сказка, 4 круга, 4 круга Что это у нас? Это ж вообще этот самый, Монте-Карло, господи 750 ТР Нет, тут я явно не проедусь На Ламборгини, к сожалению Блин, это ж... Понятно, это на 2G И сюда надо соваться И всех просто вздергивать, как девочек Ладно, сюда мы в другой раз как-нибудь сунемся А что там дальше? Это было Б у нас А может быть я что-нибудь еще не прошел На национальные лицензии А Что, только картинг? Среднемоторная У нас среднемоторный автомобиль, между прочим А что он не канает, я не понял 500 или меньше? Печалька Ладно, ребят, короче, я не буду заморачиваться Я, наверное, просто проеду какую-то обычную гонку Электрошок А фестиваль Италия, допустим Тоже не канает Все, тоже 500 или меньше Не хочется так ее сажать, эта машина, честно В принципе, 10 единиц не очень много Но, тем не менее Олига Шварц Валд Тоже не канает Нигде она тут не проканает, короче А, на международной лицензии А, что-нибудь 15 минутки ТР-600 Всемирный кузовной Так, тут GT всякие Блин Геморрой какой-то Ну, давай, допустим Давай, допустим Повелители дождя Мы тут канаем Канаем СПА, о боже Нюрбург ринг Давайте Нюрбург ринг В один круг Потому что СПА Под дождем На каунтаче Ну, не знаю я Давай, Нюрбург Тем более, у меня там серебро Что за тачка? 650 или меньше Блин Она тут не будет конкурировать Конечно, ЛФА Блин, Корвет Не знаю я Короче Я так Для фана Ради фана, так сказать Попробую прокатиться Под дождем На каунтаче Без всяких помощников Среднемоторная Телега 1974 года Это, конечно, будет жестко Я так чувствую Ну, посмотрим Не знаю Может быть Прикиньте Мы тут возьмем золото Я в это, правда, мало верю Даже Можно особо не рассчитывать на это Параметры вождения Я еще ни разу на этой машине не ездил Вот, контроль тяги подтверждает Что он включен Ни разу мы не катались на ней Это будет у нас впервые И тут у нас, я смотрю, тачки Куда более серьезные Чем наши Ламборгини Ну, если мы придем не последними Тут еще и полный круг у нас Нюрбург Инга Это будет вообще просто сказочно А вот, так что постараемся Тогда посмотрим, как пойдет Под дождем А вот Во что она обутая у меня Она что, явно в СЖ обутая Давай же хоть гоночные Не знаю, какие-то там жесткие Какие СЖ? Ты что? Нет Это смешно, но нет А какие шины допускаются максимум? На СЖ я вообще офигею А параметры машины Что мы можем обуть? Во что? Вообще любые Давай гоночные дождевые и поехали Покажем, где раки зимуют Каунтач Повторить попытку О, а нас даже допускают Еще и время суток, видать, включено Окей Допустим Я стартую 14-й Ни хера не вижу Сделаю-ка я вот такой вид, пожалуй Ох ты шо? Так гнать Полетели Черта не видно О, тяжело-то как оттормаживается Но оттормаживается тем не менее Огонь Так, 13-й я иду У нас всего один круг Оп, четенько мы еще Форда проходим Я не знаю Пока что я не чувствую какого-то такого прям норова у машины Хотя я от нее что-то жду такое Среднемоторка все-таки И я знаю какие современные ламборгини адовые А это такая ничо вроде пока что Двинем булки Катрахам или кто-то там у нас Да, КТР точнее Так, оттормаживаться надо будет скоро Вот сейчас чуть не потерял ее До свидос Тут Диабло даже более новая Мы обгоняем ее нахер Попробуем по крайней мере Вот где они меня вздернуть могут сильно Это конечно на прямой Там без вопросов Стремно, стремно, стремно Фух, блин, аж рука отваливается Ламборгини, блин Мы с ней так чуть пободались С Диабло этой Боюсь лишний раз что-то рыпнуться Твою мать Очень хороший выход был с поворота Просто потрясающе, я бы сказал Тихо Это просто ад Ребята Скажу я вам так По секрету Все, что было непосиленным трудом Нажито Все мы благополучно успели похерить Но, блин, машина гуляет Просто по всей трассе Давай, пожалуйста, выруливай Выруливай Долбанный фор Не буду я тут сильно спешить Собака Мешает 30 сек Не, первое место нам тут явно не взять Сейчас Ну-ка, родимые Дайте мне отбить все, что я похерил Блин, быстрее у них машинки-то Ха, все на траву поулетали Но удержались Да шо ж так медленно Ламбо Давай Давай 27 секунд Я все еще держусь И я даже пытаюсь какую-то Шпоник с конкуренцией Составлять Не очень успешно пока что Давай, родимая 74-й год Тащит Валиваем Ни черта не видно 29 сек Ох ты ж Потерял контроль Точнее задняя ось сорвалась Сорвалась только что Но я словил машину Ах Долбанный вайпер Он мне все испортил, блин Не дал мне пройти По правильной траектории Поворот и все Так, сзади что-то там Приближается Ебоновать Как же это сложно Интересно Валиваем 32 секунды Скотина ты, вайпер Давай, нафиг А то ни себе Ни людям И еще минус 2 позиции Двинем булки Нафиг Мы даже что-то пытаемся Реально бороться, блин Ну, блин, впереди там у нас Макларен, Мерседес Слышь Сопернички-то какие Ага А вот он Макларен, Мерседес Впереди И дальше там уже идут лидеры Они сильно как-то оторвались Я Физически не смогу их нагнать Но мне сейчас В принципе никто мешать не будет Иди нахер Они явно эти машины Быстрее Ну вот на поворотах Они, ну, совсем ползущие какие-то Вваливаем Мой любимый поворот Даже не улетел Но медленно проехал, конечно Лучше медленно Но, блин, не улететь нахер 25 Грация Хорошая тачка 20 сек Слушайте, я так интенсивно приближаюсь Мне перестали мешать боты И я нормально их нагоняю теперь Но я не успею Было бы два круга Я бы на этой машине Даже победил бы, ребят Ни фиг делать Победил бы А сейчас на прямой У меня вообще возникнут проблемы Ох, потемнело-то как Резко Я вижу вон лидеров Всех четверых Ну вот здесь вот сейчас Конечно, технический рейтинг Возьмет свое И мощность Этих более крутых тачек Конечно, тоже покажет здесь Себя во всей красе Давай, валиваем Посмотрим, сколько она пойдет Максималочку Сколько у нее передач Не знаю 13 секунд Если бы я быстрее проехал Все то кодло То, что было сзади Я бы мог бы В принципе и затащить Но, блин Пара ошибок Вот то, что было И все Слушайте, а нехило валит На минуточку 288 290 16 сек Хорошая машина Каунтач Реально хорошая тачка Но у них тачки, конечно, куда серьезнее 4GT Вон там у них под 600 TR Плюс 15 секунд Ну, тем не менее Вы знаете Я не могу сказать Что это какая-то Адовая телега Вообще ни разу Не могу сказать Что это адовая телега Она реально прикольная Мне понравился Этот Каунтач LP400 А я думаю Тот, который 80 какого-то 88 года Последний Он, наверное, еще должен быть веселее Явно там какие-то доработки Должны были Присутствовать в этом Автомобиле Мне понравилась Честно говоря Хонка Я, конечно, пришел здесь Не первый Но я получил удовольствие И такой челлендж Хотелось бы, конечно, лучше показать Место Я не знаю Как-нибудь доберусь, наверное Ну, уже, наверное, на другом автомобиле А может быть, на современном Каунтаче Так поржать Еще раз унимся на дождь А там Посмотрим Как она пойдет Ладненько, ребятушки На сегодня у меня все Вам спасибо за просмотр И всем пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»